а вот сейчас коронавирус друзья мои вот сейчас вся эта эпидемия что происходит в подводном регби все замерло то же самое что во всех видах спорта все замерло сезон сейчас должна была быть у нас с вами поездка в швеции должны были играть финальный раунд и мы все для этого сделали я понял что вот еще на заре развития пандемии там еще не перекрыты границы игроки стали отказываться да там норвегия обводном регби да в принципе нет в принципе пока не было в принципе к заря была как раз когда у нас был предыдущий тур в белграде это была заря пандемии и так все шутили ха ха хи хи типа там а вы в маске вы не видели китайцев вот соответственно то есть серьезно никто не не воспринимал эту проблему и решение в принципе от приостановки сезона было принято уже многие виды спорта были как бы на паузе вот так у нас большого количества болельщиков к сожалению нету мы как бы то есть мы я до последнего думал что конечно тур состоится вот когда уже стали вводить карантинные ограничения там первые как раз финляндия по-моему вела и норвегия то есть в две недели карантина после поездок и команды стали писать что у нас вот такие требования мы не знаем что делать какие будут решения еще были незакрыты бассейны в этом формате база была такая мысль что как раз но по факту сейчас матч-тв до транслирует чемпионат белоруссии и поскольку у нас вид спорта это такой онлайн вид спорта мы могли бы на этом неплохо выстрелить мы могли бы реально провести соревнования у нас все спортсмены там включая весь персонал там 200 человек тогда еще даже разрешали по моему до до 500 собираться не такие роли 3 до мягко говоря со зрителями их и нету увы да а здесь онлайн-трансляция есть и вообще трансляции можно было бы но к сожалению все ухудшилось ну да теперь не разрешают даже по трое собираться достаточно быстро главная проблема была в том что закрыли границы да то есть а так у нас 10 команд из разных стран нас полетают легионеры там из колумбии чуть ли не прошли потому что в принципе в швеции до сих пор все как бы открыто они сами самоизолируются у нас две команды из швеции один из немногих и две издания они живут рядом то есть четыре команды вообще живут в одном месте могли бы там вот говорят открыт но только шведы не ездят туда датчане не приезжают туда хорошо вы тренируетесь как то что-то вы можете делать для я понимаю понятно что команда не собраться на что физуху качаетесь дома почти каждый день я так в жизни не тренировался как сейчас просто потому что делать нечего ну это тоже да нет просто проще себя саморганизовать как-то все успеваешь куча свободного времени с качалкой понятно там более-менее там физуха можно ли как-то я не знаю мечом финты или или на суше это вообще никак ну может быть у кого-то есть бассейн за городом можно в нем тренироваться у меня нет было бы неплохо у меня тоже ну да нет ну как общая физическая подготовка с плаванием можно будет наверстать это это как ну неправильно там с велосипедом сравнивать но когда ты 20 лет в этом виде спорта то что ты месяц не поработаешь с мячом ты навыков не потеряешь ты потом за неделю все наверстаешь а в чем основная сложность для вас вы видите или или нибудь по организации или по спорту не ну не не нет вот по по навыкам вот закончится в конце концов ну закончится когда так хочется верить два три месяца например вы не будете играть то есть не будет никаких провалов но у нас в конце каждого сезона такая просадка вот у нас сезон идет до мая и потом у тебя до ноября просадка и ты ровно этим самым занимаешься поэтому мы в своем режиме может быть просадка будет как раз у норвегов которые 10 лет не проигрывают так это шанс наконец-то у беты выиграть евролигу возможно но шанс был и без пандемии мы очень хорошо были готовы этот тур должен был быть решающим но да я как бы внутри себя как играющий тренер прокручиваю эту тему что возможно у этих вечных чемпионов из северных стран у них собьется этот ритм они еще потом будут полгода приходить себя думать как вот начать вот катиться а мы поскольку нас время темп рваный нас пять человек в россии 4 в колумбии там семь финнов непонятно все как там сами по себе тренируются нас ничего не изменится а с точки зрения организации ты сейчас как-то продумаешь какие-то ты представляешь себе как это потом все собрать ну для начала то есть как бы тут вся проблема в том что мы не зависим от себя то есть тут уже наше решение сейчас как бы мы приостановили сезон сказали что как только ситуация решится улучшится то мы вернемся к вопросу где будет этот тур когда будет этот тур мы не знаем вот и как бы сейчас обсуждать нет смысла то есть тут главный вопрос получается с карантинными ограничениями из границами пока закрыты границы пока есть эти ограничения что две недели нужно после поездки где-то там сидеть совершенно понятно что но никакая команда не сможет такого позволить потому что все непрофессионалы ну потому что да все непрофессионалы я объясню непрофессионалы имеется ввиду что люди не зарабатывают этим деньги им нужно идти на работу просто говорят и после тура все работают не знаю учителями пожарными врачами нефтедобывающей компании нет профессиональных игроков поэтому никто не может позволить и потом две недели сидеть на карантине